А перед началом данного видео не забудь подписаться на канал, поставить лайк, а также вступить в мою беседу вконтакте, вы с помощью ее сможете со мной записывать видео, да, и можете помочь мне в этом. Жду ваши идеи, жду ваши запросы. Ладно, не запросы, ссылка будет в описании. Переходите, заходите, жду вас. В стайфлайках у тебя тоже бывали моменты, когда ты просто так скалашаю без прицела, стреляешь на 100 метров и попадаешь при этом. Скажу честно, я сам от себя офигел. Ну ладно, а мы начинаем. Ну, короче, в общем, я решил проверить, что же дает, ну, типа, увеличенная удлиненная муфта или как она там называется, не знаю. В общем, просто удлинитель. Я решил проверить, правда ли, что он наносит больше урона при стрельбе. Вот сейчас вы увидите выстрел с коряка. Коряк это был без удлинителя, и вот столько он оставил мне. Как-то так. Итак, теперь предляет выстрел в голову с удлинителя. Заметьте, у меня хп немножко не хватало, но ладно, сейчас, в общем, все увидим. Итак, это был коряк 150 метров в голову. Заметьте, разницы там практически нету. Но прикол в том, что когда стреляли второй раз, у нас было немного меньше хп, поэтому мне кажется, как бы от этого ничего не поменялось. В общем, урон остался таким же, на расстоянии, и это был коряк. Так что не советую вам эту, в общем, муфту, вот этот удлинитель, ставить вообще на СВшки, как бы. Ну, по-моему, она бесполезная насчет урона. Также, естественно, мы решили проверить что-то из АВ, или ШВ, как, ну, ШВ, ну, не знаю, как это вы называете, но, в общем, Скорельку мы взяли. Просто Скорельку. Мы взяли, естественно, Скорель, и, конечно же, к ней насадку. В общем, мы проверяли на сотки метров. Вот, что из этого у нас, в общем-то, и получилось. Вот, примерно таким образом это выглядело. Не знаю, видите ли вы разницу в этом. Как по мне, разница, если она и есть, то это примерно меньше, чем один урон. Ну, естественно, слева это без удлинителя, а справа это с удлинителем. Думаю, разница сразу на глаза, что ее, типа, нету. Хотя, возможно, кто-то в этом разницу увидит, но лично я не вижу ничего. Совершенно. Какой вывод можно сделать? То, что, как бы, вроде бы она, и, возможно, что-то прибавляет, но только на метров 150. Ну, и то нужно стрелять в тело, потому что от головы что-то, ну, как бы вам это ничего не прибавит и больше урона не даст. То есть, если вы попадете в голову, и так хорошо, в принципе. А то, что будете попадать в тело, будет для вас как раз самое то, если вы стреляете издалека. Но, заметьте то, что ливикарта небольшая, и сражения на ней проходят, как бы, сказать, не на таком расстоянии, как должно быть, насчет этого удлинителя. Ну, метров 100-150, я бы сказал, это мое максимальное сражение, 200 метров, и думаю, особо никто не стреляется, да и попадать, как бы, тоже не круто. Поэтому все стараются клоус-файтиться в основном здесь, вблизи фигариться. Ну, как-то так. Да, к сожалению, мне не удалось, не хватило времени и людей, чтобы проверить топ-эмку. Я хотел пострелять из нее издалека, в тело, там, шестерки, точно-точно, без удлинителей, с удлинителем, но, к сожалению, людей не нашлось. Ну, с кем не бывает, да? Ютубер я непопулярный, но, в общем, мне кажется, что, возможно, если стрелять на 150 метров, то урон будет немного больше. Ну, а мы переходим, естественно, к одному очень-очень интересному моменту. Как вы знаете, в игре есть ппшки, типа Юмпаса, да, Вектора и УЗИ. На них, естественно, тоже есть эта насадка, это удлинитель, он есть на все ппшки, естественно, он тянет все. Но, скажу честно, проверять все это дело я не стал, потому что, когда я проверял и играл, то, возможно, за катку вы просто могли не найти тупо эту насадку, за всю катку принимаете, ну, они как бы редки. Я сам офигел то, что я не мог найти ее. Да и, в общем, как вы знаете, то, что у ппшек на расстоянии уменьшается урон прям значительно и сильно, потому что, когда я стрелал на 200 метров с Вектора, урон был примерно один. Блин, прям ровно единица. То есть, как-никак, вот эта вот насадка, дуло, удлинитель, он как бы чуть-чуть должен компенсировать урон от ппшек на расстоянии. То есть, чем вы больше отдаляетесь, тем быстрее, ну, тем больше у вас уменьшается урон. Если у вас надета эта штука, то она чуть-чуть больше увеличит урон. То есть, как бы компенсируется немного то, что заложено в игре. 5 минут позже. Также я провел опрос среди самих участников этой игры, самих участников Ливика, те, кто постоянно играет на этой карте. Те, кто даже не просто играет, а те, кто прям тут живут на этой карте. Их тоже я спросил, и даже были те, кто просто как бы зашел сюда чуть ли не первый раз. Те, кто, не знаю, бегали чуть ли не голые, чуть ли не с новых аккаунтов. Да, были такие тоже. Суть опроса была такой. Как вы относитесь к удлиненной муфте? Так вот, я спросил, естественно, отборных овощей. И они, знаете, что мне ответили? Что это такое? Ну, с этим все понятно. Они новички были, и как-то так. Извиняюсь за то, что я их обзываю. Все так через это проходили. Простите. Также я прошу игроков примерно среднего. Ну, допустим, если судить по КД, то у них КД около двух. Чуть выше, чуть меньше. И, в общем, где-то в таком стиле все. Ну, можно сказать, что они 50 на 50 расценили это. И они мне сказали, что, типа, издалека нам в этой муфте стрелять, типа, легче. То есть она, как компенсатор, работает только на долине. Правда, по-моему, это полный ложь. Поэтому, как бы, я думаю, не стоит этому доверять. Так, кстати, если кто-то это видит, кто это так и сказал, типа, напишите в комменты. Другая половина таких игроков, естественно, сказала то, что, типа, ну, как бы, он вроде есть, вроде лучше глушителя, вроде пускай будет, вроде бы как увеличит урон. Но просто люди не уверены в себе и не уверены в этом всем. Ну, поэтому это видео записывается примерно так. Так же я спросил более-менее сильных игроков, примерно таких, как я, и даже, в принципе, лучше были меня. Ну, на это они ответили. А что, она вообще что-то дает, что ли? Ну, или типа, да ну, фигня полная, она вообще не работает, и нафиг она тут вообще в игре и не нужна. Скажу честно, я тоже думаю, что удлинитель на левике более-менее бесполезен. Мне кажется то, что если бы его добавили на орангель, либо на миромар, то бы это было намного бы лучше, и хотя бы можно было пострелять с ними, и он хотя бы, хоть как-то бы, хоть каким-то краешком он увеличивал хотя бы спрос на него. И, кстати, кто более точно проверял, или кто-то, может, из вас прям, ну, знает, что это делает, как по мне, урон она не увеличивает. Если вы хотите поспорить, то это обязательно в комментарии, я каждому отвечу. Ну, и, естественно, жду вашего мнения, да, это как же без этого. Всегда мне было интересно то, что думают другие, кстати. Ну, насчет игры, в принципе. И, кстати, по-моему, у меня уже очень-очень скоро будет тысяча подписчиков. Я, кстати, всем вам благодарен, прям вообще всех люблю, всех обнимаю. И да, кстати, не знаю, когда будут розыгрыши, возможно, они будут не так скоро, потому что я кое-что узнал, не очень хорошее. Ну, ладно, с этим разберемся потом. И да, кстати, я придумал одну прикольную рубрику, не знаю, все ли у меня получится, но мы ее опробуем в деле немножко позже. Ну, в общем, давайте подытожим, какой вывод я сделал лично вот для себя. В последнее время я играю с полмегасителем в основном, иногда беру компенсатор, ну, потому что я посмотрел видео Нерзула, кстати. Ну, так как я считаю то, что глушитель, как по мне, полное говно, и как будто он вообще ухудшает всю статистику оружия, поэтому я бы взял вот этот удлинитель вместо глушителя, в принципе. Но если у меня будет компенсатор или пламя-гаситель, я, ну, ни в коем случае не буду его брать. Ну, как-то так. Ну, а на этом все, я с вами прощаюсь, желаю вам удачи. И хорошие игры, и топ-1. Пока, ребята.